31 марта 2022 года 6 часов 30 минут утра ночь с 30 на 31 марта прошла спокойно во всяком случае я ребята сигналов воздушной тревоги я не слышал и канонады тоже не было слышно вчера вечером достаточно поздно как стемнело это уже какая-то традиция начинается канонада судя по всему работала на шап его потому что я видел такие ну знаете смотреть со стороны красиво но это не фейерверк когда уходит трассеры в небо немножко жутковато конечно все это это знаете до сих пор от к этому привыкнуть невозможно ребята скажу вам откровенно и честно без всяких там понтов и пафоса война у нас идет больше месяца к чему привыкли люди это к воздушной тревоги если в начале как бы она вызывала какую-то суету обеспокоенность настороженность и страх панику у некоторых то сейчас принципе к ней относится спокойно я даже скажу вам откровенно я шел по городу вот именно вчера и прозвучал сигнал воздушной тревоги и я зашел во время этого сигнала в магазин продуктовый так я вам скажу раньше когда первое время магазины сразу прекращали работу и людей всех просили выйти моментально на улицу то в этот раз я обратил внимание может просто прощелкали работники магазина я не знаю ну магазин как и работа так продолжал работать уже заходили спокойно новые покупатели в общем то продолжалась обыкновенная такая будничная торговля в продуктовом магазине ребята что с продуктами в магазинах я вам скажу откровенно ситуация на мой взгляд стало лучше потому что раньше было вот допустим проблема там с картофелем с капустой с морковкой сейчас полно капусты картофеля морковки когда картошка такая хорошая когда такая мелковатая то есть цены очень низкие там 12 гривен стоит килограмм картофеля это такие довоенные цены вообще с продуктами в магазинах обстановка нормальная конечно до военного ассортимента нету но тем не менее представлены все группы товаров кроме алкоголя алкоголь не продается вообще никакой не пиво никакие легкая там алкоголь и напитки не шампанское не вино не коньяки не водки и вообще ничего абсолютно нету этого из продажи это все изъято ну военных условиях в принципе это очень даже правильный шаг на мой взгляд и конечно здесь все это поддерживают и как этому относится нормально и с пониманием как бы люди не сильно страдают без отсутствия алкоголя ну справедливости ради скажу честно что работают не все магазины какие-то закрыты вот но тем не менее я скажу так что большинство магазинов нормально функционирует друзья мои я передаю большой привет из одессы всем нашим настоящим друзьям кто нас поддерживает кто с нам сопереживает выражает слова сочувствия ребята вам всем большой большой привет из одессы и из моей любимой украины я желаю вам самое главное мирного неба над головой берегите себя берегите друг друга всем самого наилучшего самого доброго и даст бог до новых встреч